Друзья, всем доброго дня. Очень много обращений к нам в Директ поступает с просьбой рассказать про нашу студию, про планировочное решение, про то, как она устроена внутри. У нас уже были сняты несколько фильмов, где мы показываем именно текстильное оформление студии, там, где мы с руководителем студии декора выбирали ткани и оформляли текстилем окна. Но сейчас, конечно, студия уже жилая, она уже такая удобная для жизни, для работы, поэтому, наверное, пришло время рассказать вам о том, как она обустроена внутри. И вообще мне хотелось бы сказать, зачем нам эта студия была нужна, потому что также возникает много вопросов, а зачем, собственно, вам эта студия, что у нее за назначение. Как вы все знаете, мы снимаем для вас большой проект «Сад с нуля», где рассказываем обо всех этапах строительства сада, буквально с самых-самых основ, именно с нуля. Поэтому наша студия – это такой островок сосредоточения информации, встреч замечательных людей и вообще места, где можно отдохнуть во время, например, съемок. У нас здесь размещает оператор свое оборудование, мы здесь встречаемся с гостями, которые к нам приезжают, у нас очень много блогеров бывает в гостях. Также у нас здесь проходят различные встречи с коллегами, поэтому, конечно, эта студия несет на себе большую нагрузку. И здесь всегда бывает очень много народу, и в дальнейшем, я думаю, что когда проект «Сад с нуля» будет доделан, и у нас будут здесь экскурсионные программы, когда мы будем встречать наших гостей и рассказывать о том, как живет, развивается наш сад, то в этой студии мы, конечно, своих гостей и друзей будем принимать. Но сейчас это пока место, где можно укрыться от дождя, отдохнуть, попить чай. Это тоже очень важно, потому что работы здесь много, и, конечно же, такое место должно было быть. Студия наша сделана из клееного бруса, сделали ее достаточно быстро, буквально за два месяца уже поставили от фундамента до кровли. Брус мы выкрасили в такой замечательный цвет, кстати, тоже очень много вопросов по поводу цвета. Это американское масло осма цвет антрацит. Очень хороший материал, который прекрасно пропитывает древесину. Вот она стоит у нас второй уже сезон, не выгорает, ведет себя на улице очень хорошо. Но учитывая, что цвет мы подбирали не случайно, у нас вся концепция сада завязана на этом сером антрацитовом цвете с белыми контрастами. Поэтому, конечно же, и студия, и забор, который мы тоже по цвету подбирали, опять-таки, к общему концептуальному развитию, это все не случайно. Это все было, конечно, продумано, и это все вместе будет составлять один хороший ансамбль, как это правильно говорить. Сейчас я вам могу показать наше оформление цветочное. К сожалению, сейчас уже середина сентября, и вот буквально два дня назад были сильные заморозки. В принципе, все растения стоят хорошо, и калибрахо, и питунья. Но колиус, колиус это растение очень теплолюбивое, поэтому, к сожалению, оно пострадало от морозов. Но, тем не менее, я всегда говорю о том, что не забывайте украшать свои террасы, потому что это настолько приятно. Вот вечером я, когда сюда приезжаю, питунья источает просто потрясающий аромат. Потом весь этот милый декор, который у нас здесь расставлен, это все какие-то элементы, которые придают особенное настроение, особенную атмосферу дома. Поэтому не бойтесь использовать все это на улице. Мы украшаем свои дома, свои квартиры, но совершенно забываем про улицу и про террасу. Я считаю, что это ошибка, и ее надо исправлять, и я тоже буду об этом говорить. Поэтому здесь у нас очень много различного милого декора, и домики для насекомых, и замечательные подсвечники. И, собственно говоря, проходя здесь, по этой террасе, я всегда получаю эстетическое удовольствие от общения со своими любимыми растениями. Ну и плюс, конечно, они радуют цветом, радуют своими ароматами. Что касается террасы. Терраса здесь выполнена из полимерного материала, это декинг. Многие тоже спрашивают, что такое за материал. В принципе, он продается, наверное, сейчас везде, на всех строительных рынках. Также можно заказать его в интернете. Главное, также подбирайте цвет, который будет хорошо гармонировать с вашими общими постройками или с цветовым решением всего сада. Терраса у нас большая. Здесь могут быть размещены две зоны отдыха. Вот одна у нас уже присутствует с небольшими столиками. На второй части можно также поставить либо столики, либо небольшую диванную группу, либо кресло-качалку. Здесь, опять-таки, каждый может оформлять такую террасу в зависимости по своим потребностям и по тем привычкам, которые у вас есть. Что касается площади. Площадь нашей студии всего 40 квадратных метров. Но она очень функциональна, и там размещено все, что необходимо и для работы, и для встречи гостей, и для творчества. Потому что именно здесь, в этой студии, я провожу фотосессии, создаю сезонный декор. Конечно, вы видели, что мы проводим практически все съемочные дни тоже здесь. Поэтому, конечно, эта студия нам была на момент начала нашего проекта необходима. Ну, а сейчас я вас приглашаю пройти. Мы можем пройти с вами по террасе, посмотреть, как она у нас выглядит. Эта терраса, она достаточно большая, как я уже сказала, очень удобная. Зимой здесь легко очистить снег, также здесь хорошо уходит влага, дождь, когда проходит сильный, лужи долго не задерживаются. В студии в нашей достаточно большие окна. Я люблю окна в пол, я люблю, когда много света. Хотя многие меня спрашивают, здорово, говорите, что любите много света, а сами завесили все шторами. Но ситуация какая? Когда идет очень сильная инсоляция, когда солнце проникает через окна, это не всегда комфортно. Здесь мы всегда можем раскрыть шторы и наслаждаться видом сада. Но, тем не менее, ткани, которые мы выбрали, они прозрачные, сейчас вы это увидите. Поэтому весь сад виден хорошо. Но при этом я ощущаю себя более комфортно. Кто-то любит, может быть, с открытыми окнами жить. Я люблю, когда на окнах есть ткани. А если мне будет необходимо, я их раскрою, и будет у меня вот такой замечательный, прекрасный обзор. А сейчас я вас приглашаю, пройдемте. И, кстати говоря, студию нашу можно обойти вокруг. Терраса достаточно удобная. Мы предусмотрели ступеньки с двух сторон. Здесь у нас такая хозяйственная зона, наверное, как и в каждом доме такие зоны есть. Небольшая школка, в которой мы высаживаем растения, для которых пока нет места в цветнике. Ну и на эту часть дома у нас выходит всего лишь одно окошко санузла. Это вполне нормально. То есть все остальные стены мы можем потом в дальнейшем использовать для проведения различных тематических фотосессий. Дверь у нас вот такая прозрачная стеклянная. На ней мы закрепили шторы с помощью такого крепления кафе. Мне это очень удобно, потому что в коридор проникает солнечный свет. В принципе, светло. Дополнительно днем свет включать не нужно. Поэтому я считаю, что это очень хорошее решение. Ну и приглашаю вас пройти. Здесь у нас небольшой такой коридорчик. Небольшая зона, в которую мы попадаем, когда только заходим в студию. Здесь есть все необходимое. Вот такой замечательный шкафчик. Повесила я зеркало. Такая приятная банкеточка, на которую можно присесть, чтобы переодеть обувь. Есть небольшой стеллажик, где хранится инструмент. Все, что необходимо для работы. Ну, кладу ключи. Ну, собственно говоря, как у всех, это очень даже удобно. Ну и здесь я тоже не обошлась без применения различных таких табличек, которые для меня очень приятны. Вот, например, да, это наше замечательное место. Потом вот такие вот прекрасные таблички. Одну я привезла из Англии. Остальные покупала здесь. Но я думаю, что такой декорчик, он украшает стены. Мы можем его использовать и внутри дома, и на улице. Это, конечно, тоже все будет очень здорово. Прихожая небольшая, но она очень комфортная. Шкаф, кстати говоря, невысокий. И на нем хранятся подушки, которые мы используем для наших качелей. Тоже очень удобно. Забросили наверх и, собственно говоря, ничего не мешает. Шкафчик тоже удобный. Три створочки здесь и для хранения вещей, и различных декоров, и все, что необходимо. Все здесь у нас прячется. Поэтому, я думаю, вполне комфортная входная группа. Очень объемная, даже несмотря на то, что размеры студии у нас небольшие. И потом мы с вами переходим плавно непосредственно в саму студию. Я вас приглашаю. Как я уже говорила, площадь студии у нас всего 40 квадратов. И вот комната, в которой мы находимся, по площади где-то порядка 22-23 квадратных метра. Что здесь у нас? Ну, первое, конечно, это стол. Основной стол. Сейчас я уже здесь разместила осенний декор. Где можно перекусить, встретиться, как я уже сказала, с гостями, с друзьями. Есть у нас небольшой диванчик. Покупала я его в Икее. Диванчик раскладной. Поэтому даже здесь можно летом кому-то и остаться переночевать. Кстати говоря, хорошее решение даже для небольшого дачного домика. Если площади позволяют, то можно использовать это помещение и как гостиную, и как столовую. И, собственно говоря, кто-то может даже остаться отдохнуть. У нас большое панорамное окно. Вот о чем, собственно говоря, я и рассказывала. Через которое тоже можно выйти в сад. Вот. Я очень люблю вот такие сдвижные системы. Они очень удобные. Двери не мешают. Вот. Летом у нас она открыта, и мы спокойно выходим на террасу. Очень удобное решение. Также она может у нас открываться и как форточка для проветривания. То есть я такие решения очень люблю. На мой взгляд, они полезны. Ну, сейчас здесь у нас еще находится декор, который потом переедет на террасу. Сейчас вот что-то интересное. Если есть, я покупаю и складываю. Вот такой замечательный заяц тоже по случаю где-то была на выставках, его увидела и поняла, что, конечно, без него уйти я не могу. Заяц такой очень симпатичный, винтажный, очень приятный. Стол максимально удобный, комфортный. Заказывала я его в компании Full House. Там же заказывала я и стулья. При этом можно отметить, что стол раздвигается. Есть дополнительный вставной элемент. Мы в случае, если у нас гостей будет много, можем увеличить площадь стола. По большому счету здесь он прекрасно уместится и тесно здесь не будет. Также у меня здесь находятся вот такие небольшие витрины. Здесь у меня хранится весь декор, который я использую для фотосессий. И различные баночки, скляночки, всевозможные ключики, домики. То есть вот такое место хранения для всяких разных красот, которые мы уже использовали. И в дальнейшем планируем также использовать для своих фотосессий. Что еще? В этой витринке у нас собрана тоже посуда, которую я также использую для сервировок. Ну и такой же технический у нас здесь вот, видите, да, для новогодних композиций. Закрытые створочки. Тоже здесь храню все, что мне необходимо. Вот эти замечательные стеллажик и тумбы я тоже покупала в фулл-хаусе компании. Кстати говоря, здесь же предусмотрела небольшую раковину для того, чтобы можно было налить водички для букетов. Помыть чашечку, если это быстро необходимо. Помыть руки. Кран я привозила из Испании. Я еще, честно говоря, не знала, где я его буду использовать, но он мне так понравился. И вот здесь он нашел свое место. Прекрасно гармонирует с темным декором на нашей мебели. Также здесь вот достаточно большая удобная поверхность. Также мы здесь размещали и различные сезонные декор для проведения фотосессий. Еще у меня есть один стеллажик, также в котором я храню посуду и всякие милые сердцу штучки. Еще забыла, что у меня есть одна тыковка. Сейчас я ее достану и к нашему декорчику подложу. Очень мне нравятся вот эти тыковки из поликерамики. Смотрятся они здорово в декоре. И как раз сейчас тоже хотела сделать несколько фотосессий как раз с этими тыковками и верески. Сейчас скоро пойдут на топе верески. Я вам тоже покажу эти композиции, которые мы будем делать. Ну вот, собственно, вид из окна. Если вы видите, что наши прозрачные шторы совершенно не мешают наблюдать за садом, как я уже сказала, если нам захочется, мы раскроем шторки, у нас будет потрясающий вид. Ну и здесь вот вид такой у нас из окошка тоже на наши замечательные композиции контейнерные и на сад, который скоро здесь появится. А еще в нашей студии есть небольшая кухонная зона. Но я там не предусмотрела плиту. У нас есть только микроволновка и, собственно говоря, чайничек для того, чтобы это было возможно что-то разогреть. Также у нас здесь есть холодильник. И я вас сейчас приглашаю, покажу вам, как выглядит наша кухня. Ну вот мы на нашей небольшой кухоньке. И, как я уже сказала, плита у нас здесь не была предусмотрена, потому что, ну, это такое вот, скажем, помещение рабочее. Поэтому у нас есть здесь чайник и микроволновка. Но предусмотрен здесь у нас и холодильничек, много различных выдвижных полочек. Все они функциональны. Я их очень люблю, потому что все предусмотрела так, чтобы мне было удобно. Ну и, собственно говоря, сама рабочая поверхность тоже очень комфортная. Я подобрала всю мебель по стилю, заказывала кухонную мебель в стильных кухнях. Тоже делала об этом stories, кто с нами давно наверняка видели. Площадь нашей кухоньки всего 4 квадратных метра. Она небольшая, но вот функциональная достаточно. Вы видите, что здесь разместилось все необходимое. Вот наша, кстати, микроволновая печечка. Здесь есть и хлебница, и чайничек, и есть куда поставить посуду. То есть все вот очень удобно и комфортно для использования. А также у нас есть, конечно же, санузел, потому что вещь это необходимая. Он небольшой, 2 квадратных метра, но вмещает в себя все, что необходимо. Небольшая раковина. Естественно, есть там унитаз. И единственное, что я еще хочу сказать. Мы, когда говорили о том, что планировали дом для не проживания, а для временного использования, то, конечно же, ни котельные, ни специальные какие-то системы инженерные в доме мы не делали. И вот сейчас я вам хочу показать то, что у нас здесь есть. Это батареи. Здесь мы поставили небольшой проточный водонагреватель, штебельтрон. Достаточно надежная техника. У меня она уже была, я ей пользовалась, поэтому я сочла возможным использовать именно ее. Очень удобные режимы. Выставляется на температуру. Если очень холодно, то мы можем выставить побольше градусов. И вода достаточно быстро нагревается и поступает в кран. При этом мы сделали разводку этой воды, и она у нас также, эта теплая вода, идет в студию. То есть вы там видели кранчик, там тоже у нас теплая вода. Что касается отопления. Конечно, можно было сделать теплые полы в студии. Но для этого необходимо было место, где повесить котел, делать разводки, гребенки и так далее. Электрические полы, да, возможно, но у них свой минус. Если мы отсюда уезжаем, то приходится их отключать, подключать, и они не всегда очень быстро нагреваются. То есть смысл греть полы, если у нас месяц, там полтора здесь не бывает, но абсолютно никакого нет. Поэтому я предусмотрела вот такие вот батареи, прекрасные норвежские батареи Ноба. Прекрасно они работают, очень хорошо выставляется температура. И мощность выбирается в зависимости от того, какой объема комнаты вам нужно нагреть. Я когда отсюда уезжаю, я выставляю вот эти батареи зимой на 10 градусов. То есть здесь поддерживается температура 10 градусов. Когда я сюда приезжаю, я могу быстренько поставить ее на 20-25, в зависимости от температуры воздуха на улице. И батареи очень быстро нагреваются. Но пока меня нет, они выполняют свою функцию, поддерживая такой достаточно приемлемый уровень температуры, чтобы у нас не перемерзла вода, которая у нас находится в унитазе и в раковине. Замечательный комплект мебели, который у нас здесь находится, это фирма Каприго. Прекрасное качество, она у меня есть дома, поэтому я здесь также ее использовала. Мне она очень нравится и по исполнению, и по внешнему виду. Поэтому вот смотрите, 2 квадратных метра санузел, но он максимально комфортный и удобный. Ну вот, собственно, мы с вами пробежали по нашей студии. Я вам ее показала, потому что действительно вопросов было много. Здесь можно, в принципе, и отдыхать, и работать, и встречаться с коллегами и с друзьями. Я думаю, что у нас получилось достаточно красивое, комфортное, удобное и для жизни, и для работы. И, честно говоря, сначала я планировала, что я буду здесь находиться только летом, когда у нас здесь будет работа, съемки и так далее. Но получается так, что уезжать я отсюда просто не хочу, поэтому мне это место нравится. Сейчас здесь сделано все так, что даже можно здесь находиться и зимой. Конечно, не так комфортно, как в квартире, но батарейки свои функции справляются. Здесь у нас в основном помещении тоже две батареи, они уже объемные, они на полтора киловатта. В санузле на полкиловатта, здесь на полтора. И вот две батареи на полтора киловатта для обогрева комнаты площадью 22 квадратных метров вполне справляются. Поэтому наша студия очень удобна, как я уже сказала, и для круглогодичного присутствия. Поэтому если у кого-то есть тоже дачные домики, вы не каждый выходной приезжаете, как раз с пользой таких батарей, очень комфортно и очень удобно. Ну, собственно, наверное, вот все, что я хотела о нашей студии рассказать. Внутри, кстати говоря, многие спрашивают, какой цвет. Это краска Тикурила для внутренних поверхностей, цвет номер 50-60. То есть он и не белый, он и не серый, он имеет очень красивый такой теплый оттенок, очень хорошо подходит к стилистике, которую я задумала в этом помещении. И вот общее, по моим ощущениям, настроение такое яркое, светлое и приятное. Поэтому вы познакомились с нашей студией. Я так думаю, что если у вас будут вопросы, я с радостью на них отвечу. Под постом ниже, кому интересна информация по планировочному решению в нашем инстаграм-аккаунте, есть чуть ниже пост, там как раз фотография нашего домика, нашей студии. И там есть как раз и планировка. То есть можно посмотреть, как наша студия выглядит. Ну, а сейчас как раз время осенних работ. И мы с вами побеседовали. Сегодня выходной и есть возможность немножко поработать в саду. Я пойду высаживать луковичные.